Тема 718 Стильная обувь для инвалидов Многие ошибочно думают, что инвалиды, это люди, которым ничего не надо, или почти ничего не надо. По их мнению, им нужны только уродливые инвалидные коляски и кое-как проложенные пандусы в центральной части города. Но инвалиды, такие же люди, как мы с вами. Они даже более наблюдательные и внимательные, потому что не отвлекаются на бесполезную суету. Они, конечно, менее привередливые к своей одежде и обуви, но хотят выглядеть тоже достойно и стильно. И если одежду им более-менее можно подобрать в обычном магазине, то обувь достаточно сложна. Тем более обувь, которую было бы легко надевать, иную обувь даже здоровому человеку трудно надеть без помощи ложки и не. Порвав на себе капроновые гольфы Обувь с длинным голенищем и с низким подъемом им точно не надеть. Такую обувь трудно надеть даже с помощником, если не бояться сломать какую-нибудь косточку ступни. Даже мягкие и удобные на вид кроссовки трудно надевать из-за шнурков, особенно когда плохо слушаются руки. Один инвалид, его зовут Билли Прайс, из маленького американского города Исакуа так измучился с надеванием на себя обычной обуви, что решился придумать новый вид обуви, которая полностью застегивается на молнию, причем, эта молния идет не сверху вниз, а вокруг подошвы, и молния имеет очень удобную петлю для пальца. На вид, это обычные кеды, или как они сейчас. Называется, не знаю. Но когда расстыгнешь молнию, увидишь, что верх почти полностью снимается. Ногу можно просто поставить на подошву, не нужно ее втискивать и запихивать, а потом спокойно ее застегнуть вокруг ступни. На таком же механизме можно сделать любую другую закрытую обувь. Билли со своим другом в 2012 году создали компанию, Билл и Фаттер, для производства подобной обуви. Для того, чтобы собрать деньги на массовое производство, они открыли проект на kitchkstarter.com, его страница, kitchkstarter.com.br.projects.br.ru уна трес, уна нуеви сиети, уна нуеви цуатра, уна чинцо и собрали 32 тес. Доллар. Первые запускаемые модели, несколько мужских туфель. Детские и женские кеды. Такую обувь можно и здоровым людям носить, она внешне практически ничем не отличается от обычной. Молодым предпринимателям помогло в продвижении телевидения и другие SME, их приглашают на телевизионные шоу, о них пишут интернет-издания. У нас это тоже есть, и краудфандинговая платформа, BOM Starter, и SME нередко рассказывают о новых бизнесах. Так что и у нас можно создать подобный бизнес. Нам даже еще больше идей можно придумать, потому что у нас для инвалидов практически ничего нет, кроме убогих инвалидных колясок и неудобных пандусов. Правда, тут возникает некоторая особенность реализации идеи. Новый товар для инвалидов может придумать только инвалид, чаще всего, или его родственник, который знаком с его проблемами. Но организовать бизнес в одиночку инвалиду не под силу, ведь тут надо ходить, искать, договариваться, организовывать и так далее. С другой стороны, это создает определенное преимущество для пары, «здоровый человек», «инвалид», у них будет не так много конкурентов в их совместном бизнесе. Поэтому, если вы встретите человека с инвалидностью, который горит идеей создать нечто полезное для других инвалидов, вы можете ему в этом помочь, создать бизнес для себя и для него, и этот бизнес будет малоконкурентным. Причем, потребители вашего товара будут как на ладони и... Их очень много. Они будут рассредоточены по всей стране, с одной стороны. С другой стороны, их всех можно найти через медицинские учреждения, они там либо прописаны, либо часто там появляются. У меня даже есть идея, как их найти через социальные сети, правда, еще не опробованные. Кроме того, если ваш партнер по бизнесу будет инвалидом, вы можете использовать его, в хорошем смысле, как козырь в общении с муниципальными властями и с АСМИ. Поэтому партнера-инвалида можно даже назвать ангелом-хранителем вашего будущего бизнеса. Он будет подкидывать вам новые идеи и открывать нужные двери. Так что бизнес на товарах для инвалидов может быть очень даже успешным. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok